В среду мэр Черноморска Валерий Хмельнюк посетил стадион школьный, где на днях были завершены работы по установке автоматизированной системы полива. В связи с достаточно сухим климатом натуральное покрытие футбольного поля в период с 15 мая по 15 сентября требует ежедневного увлажнения. Раньше эта работа производилась вручную. Полив начинался в 19-30, заканчивал в 23-30, иногда даже в 24, в зависимости от температуры. И, конечно же, это было нагрузкой. Во-первых, люди работают без выходных тяжело. Второй, какой бы ни был профессионал человек, это человеческий фактор, расход воды всегда будет больше, потому что в одном месте человек полил больше, в другом меньше. Это очень плохо сказывалось на натуральный газон, потому что там, где мокрое, поле немножко болеет, где не долит, оно засыхает. В текущем году был проведен тендер на установку автоматизированной системы полива, однако выполнение работ перенесли ближе к осени, так как на стадионе проходили масштабные соревнования. Весь процесс состоял из трех этапов – реконструкция насосной станции, прокладка труб под беговыми дорожками, установка водопровода по периметру поля с выходом в центр. При этом необходимо было не мешать тренировкам и сохранить травяное покрытие, беговые дорожки и асфальтовое покрытие. Для этого был применен ручной труд. Грунт от разрыва моей траншеи был полностью вывезен вручную из этого стадиона, обсыпан песком, с соблюдением полностью технологии. Колоссальным для нас риском было, естественно, то, что стандартная система укладки трубопровода подразумевает прокладку, гидравлическое испытание и после этого обратную засыпку. Мы же на самом деле здесь поступали таким образом, естественно, для недопущения повреждения травяного покрытия, которое не может лежать на поверхности более чем сутки или полтора. Мы максимально оперативно разрабатывали участки, прокладывали их, применяя свои наработанные системы для обеспечения гарантированной гидравлической прочности и таким образом мы прошли полностью весь периметр стадиона. Как показало испытание, никаких проблем при этом не возникло. Трава – это основной риск, который возникает при прокладке трубопровода. Она была вырезана и сейчас с трудом можно найти те участки, где прокладывался трубопровод. Стоит немножко нам воспользоваться случаем похвалить, что действительно делали очень аккуратно, очень оперативно и результат, в общем-то, налицо. Общая протяженность трассы 445 метров. На поле установлено 15 поливалок. В части эксплуатации система не требует больших затрат. Насосное оборудование – это немецкие насосы, это роторы поливалки американского производства и европейского качества трубы. Здесь, с одной стороны, по оптимальной цене для бюджета, так как это бюджетные работы, именно благодаря этому мы победили этот тендер с применением оптимальных цен. Плюс второй момент – это гарантированное высочайшее качество оборудования позволяет насладиться тем, что мы имеем. А мы имеем полностью автоматизированную систему полива. Гарантийный срок эксплуатации этой системы безаварийной составляет 2 года в соответствии с договором, заключенным с отделом образования. Естественно, нас интересует безаварийная работа на протяжении всего срока, и мы с уверенностью даем гораздо больше. Мы можем дать ей 5-10 лет, что ничего не произойдет, и все будет хорошо. Система, чем я примечательна, она низкозатратна в части эксплуатации. Ненавидно смонтированная, она может эксплуатироваться максимально долго. В ходе установки системы полива главной целью было минимизировать повреждения травяного покрытия. Нам получилось достичь минимальных потерь, потому что, скажем, вся трава, которую мы сняли, она прижилась. В основном можно сказать, что она уже прижилась. Хоть для этого проходилось много работ. Работа вручную, траншеи копались вручную, трава укладывалась вручную, она требовалась засыпки, пролива, прокатки, удобрения. Но мы сэкономили бюджетные деньги, потому что в основном на стадионах, когда делают прокладку труб, ту траву, которую вырезают, она не приживается. У нас мы достигли результата. И второй результат мы достигли, что проложили под покрытием, под профессиональным стадионом трубы, не нарушив, скажем, покрытие сборной Украины, продолжая тренироваться. Автоматизированная система полива имеет ряд преимуществ в плане экономии воды и трудовых ресурсов. Поливалки поливают равномерно и расход воды уменьшится. Это тоже будет экономия бюджета. И, конечно, немножко люди смогут в выходной день отдыхать. Для этого полива требуется всего один человек, который включает насосы, открывает краны. И поливу, я думаю, мы будем делать всегда утром, чтобы, скажем, когда у нас шел полив в вечерное время, еще спортсмены занимались, это тоже немножко был напряг. Теперь начинаю в 4 утра, уже к 6 утра все будет закончено, и стадион может целый день работать в полную силу, в полную загрузку. Черноморский городской голова Валерий Хмельнюк поделился своими впечатлениями о работе автоматизированной системы полива футбольного поля. Здесь занимаются наши дети, здесь занимается сборная олимпийская по легкой атлетике. Мы здесь проводим все виды, все уровни соревнований, и европейского, и украинского уровня, и нашего местного уровня, и так далее. Значит, конечно, когда здесь ходило 8 мужиков, значит, и поливали вручную, значит, вот это, конечно, это каменный век. Значит, нашлись некоторые людишки, так скажем, откровенно, которые говорили, куда вы деньги деваете, куда вы деньги, вот сюда деньги положили. Значит, хорошо сделали, сделали хорошую работу, не нарушили ничего, ни покрова, ни покрытия. Значит, и теперь, значит, будет нормально проводиться полив вот этого богатства. Это все делается для наших людей. С приходом холодов будет произведен слив воды и системы полива, чтобы избежать повреждения трубопровода. Затем травяное поле будет законсервировано с помощью специальной смеси до весны.